Камера номер 18. Август, жара, 10 квадратных метров, 4 шконки в кровати, 36 или 37, никто не знает точно, женщин разных возрастов, от 20 примерно до 50 лет, без воды, без еды, без воздуха, без информации, беся я с внешним миром. Это Акристина. Август 2020. Как сложилась судьба этих женщин? Мы не можем спросить тех, кто остался в Беларуси. Мы спросим тех, кто уже может говорить. Александра Ливергант, главный редактор проекта «Август 2020» из Москвы. Александра, здрасте. Здрасте. Александра, как вы нашли этих девушек, которые все сидели в одной камере, номер 18, их 36 человек? Да, 36 человек. Там была такая история, что когда были протесты в августе в Минске, то загребли 36 женщин, посадили их в четырехместную камеру на Акристина и держали их там в несколько дней, три или четыре дня. Кого-то три, кого-то четыре. А кого-то пять. А кого-то пять, да. Там была жуткая духота, не было совершенно никакой воды, никакой еды. И была жуткая обстановка, и издевательство, и страх, и ужас, и все это было вместе. И часть из этих девушек, они участвовали в нашем проекте «Август 2020». Это проект, который собирает истории пострадавших от действий силовиков в августе в Беларуси, в Минске и в других городах. И в том числе у произвола силовиков, который продолжился и после августа. Продолжение следует... У этих девушек, которые там сидели, они до сих пор общаются, у них есть общий чат, в котором они до сих пор друг друга поддерживают. И когда они сидели там в 36-ром, если так можно вообще выразиться, так вот, когда они там сидели, они пообещали себе одну вещь. Они договорились, что когда они выйдут, они будут на всех углах рассказывать о том, что с ними произошло. Потому что это не может остаться безвестным. И так они и стали делать. И часть из них осталась в Беларуси, часть из них уехала в другие страны. И они продолжают давать интервью, продолжают рассказывать об этом. И это очень важно. Я, например, вот чрезвычайно надеюсь, что эти наши истории, истории наших героев, они станут свидетельскими показаниями на международных судах. Когда подойдет дело до того, чтобы разобраться с режимом. И тогда эти свидетельства смогут просто быть использованы в этих судах. И поэтому нам тоже очень важно перевести это на иностранные языки, чтобы в международных судах это можно было использовать. Александра, спасибо. А давайте теперь послушаем девушек. Кузница, камера номер 18, Ханна. Ханна, привет. Здравствуйте. Ханна, как вы оказались там, в камере номер 18? С подругой, с медицинским образованием мы вышли на улицы Минска с медикаментами, чтобы оказать помощь всем тем, кому оно может понадобиться. И оказались задержаны сотрудниками ОМОНа. И на вторые сутки задержания оказались на Крестино. Как могли поместиться в камеру, наверное, в 10-метровую? 36-37 человек. Как это физически? Мы ложились на пол, закидывали друг на друга ноги, девочки спали под кроватями, там были двухъярусные кровати, под кроватью три человека, на первом ярусе три человека, на втором ярусе три человека. Я ночью спала на тумбочке, в которой спала другая девочка. И таким образом мы выживали и пытались как-то разместиться. Подождите, еще раз, где вы спали? Я спала на тумбочке, которая такая, как прикроватная, а в этой тумбочке спал другой человек. Она была без дверей, просто девочка сидела там, внутри этой тумбочки, и я на ней, свернувшись калачиком, лежала сверху. Подождите, это была обычная тумбочка? Обычная тумбочка, которая как, ну, прикроватная, я не знаю, там, размером полметра на полметра, как-то так. Вы там все время спали? Нет, сначала я лежала на полу. Мы периодически менялись. Кто-то переходил с пола около параши. Я прошу прощения за мой французский, но, как оказалось, это было самое удобное место. Перемещались просто в том пространстве, в котором мы могли себе позволить. И вот поэтому сначала какое-то время на полу, а уже потом, уже глубокой ночью на тумбочке. То есть, если нужно кому-то в туалет, он идет по телам и, в общем, отправляет свои естественные надности просто практически рядом с человеком, который там спит около унитаза? Да, да. Как вы питались? Как вы делили воду? Нужны были какие-то, наверняка, кому-то медикаменты? Это все-таки почти 40 человек в таких жутких условиях, и, видимо, кто-то курил. Я вам хочу сказать, что мне повезло, если это можно так сказать, больше, чем некоторым девочкам, потому что я в камеру попала только 11-го числа. До этого, 9-го, 10-го, там, по рассказам, им один раз за все это время передали передачу, собранную волонтерами под Окрестино. Один-единственный раз. Когда уже я попала в камеру, я попала с еще одной девочкой, мы были перевезены из РУВД, в котором мы содержались до этого, и у этой девочки была сумка с едой. И эта сумка с едой, я помню, как те, кто находились уже в камере, они назвали эту девочку «ангелом с красной сумкой», потому что у нее была сумка из какого-то магазина, в которой была передача от родителей, где был хлеб, который мы раздали на камеру, где были средства гигиены, это зубная паста и прокладки, потому что у некоторых, особенно на нервной почве, начались критические дни. А никаких средств гигиены не было вообще. Воду мы пили из-под крана, хлорированную, очень сильно хлорированную, абсолютно ледяную. У нас была пустая бутылка, мы набирали в эту пустую бутылку воду и передавали ее по всей камере, ну, тем, кто хотел пить. То есть еда была первая, которую нам дали на третьи сутки, то есть 12-го числа утром, нам в кормушку просунули. Тут тоже расходятся показания. Кто-то говорит, что хлеба было больше, но я лично помню три буханки хлеба на 30 с чем-то человек. Это вся еда, которую мы получили, находясь на Крестино. Сколько времени вы там были? Недолго. Лично я была недолго. Это было, наверное, с 9-10 вечера 11-го числа по примерно такое же время, 10-11 дня следующего числа, то есть 12-го. Какого возраста были ваши сокамерницы? Большинство – это молодые девушки от 20 до 30 лет, но были женщины и примерно 40-50. Их было меньше, но в основном вот 20-30 лет, примерно так. Это все женщины, которые были взяты на улице во время протеста или был кто-то еще? Были те, кто просто шел в магазин. В дальнейшем в камере в Жодино уже я встретила девушку, которая просто возвращалась из клуба не в то время и не в том месте. Были те, кто шел на свидание с парнем, был задержан с парнем. Не все были те, кто выходили именно на протест. Просто очень много было случайных задержаний. Вы после этого решили уехать? Нет, я еще полгода оставалась в Белоруссии. Я до декабря оставалась в Белоруссии. Продолжала участвовать в различного рода активностях. Но после того, как меня начали искать второй раз, я решила, что мне надо обезопасить себя и уехала. Как вы об этом узнали? Почему вас начали искать? Мне начали звонить. И на то время, зимой 2020 года, у белорусов была такая тенденция. Если тебе звонит незнакомый номер, ты не берешь трубку. Потому что если до тебя не дозвонятся, то есть шанс, что тебя пронесет из-за большого количества задержаний. И они просто о тебе забудут. Я не брала трубку. На трубку взяла моя мама. И когда начали давить на маму, я поняла, что я не могу делать вид, что я в стране, и пытаться как-то бегать. Я тоже, собственно, вышла на контакт с этим сотрудником милиции, который звонил. И меня вежливо и настойчиво приглашали в РУВД Фрунденского района на беседу. Но я долго и упорно отказывалась. И в результате оказалась за границей. А можно спросить, где вы сейчас? Я сейчас в Вильнюсе, в Литве. Было тяжело уехать? Очень тяжело. Очень тяжело. Как морально, так и физически. То есть в тот момент, когда меня искали, я за две недели похудела на 7 килограмм. Потому что это была постоянная бессонница. Это был стресс. И, собственно, за счет этого мне повезло уходить от встречи с сотрудниками милиции. Потому что из-за плохого самочувствия я просто взяла больничный. И таким образом отсрочивала момент поездки в РУВД. Уезжать было очень тяжело. Конкретное решение было принято за один день. То есть я знала, что мне делают гуманитарную визу. Я думала, что я еще буду, потому что я до последнего не собиралась уезжать из Беларуси. Я была уверена, что я буду оставаться настолько, насколько это возможно. И ночью приходится общение от Тутбая о том, что закрываются наземные границы. И на этом моменте, я помню, это был час ночи, я встала, открыла ноутбук и заказала билеты на Эколайнс. Я не знала, никуда я еду, никто меня там встретит. Не встретит ли кто-нибудь вообще, и как я буду там дальше находиться. Но на этом моменте я решила, что мне надо уезжать, потому что я так больше просто не могу. Это все закончится для меня очень-очень плохо. Если не в тюрьме, то, возможно, в каком-нибудь отделении психоневрологической помощи, где, собственно, условия не намного лучше, чем в тюрьме. А кем вы работали, кем вы сейчас работаете? Я была музыкантом. Я, наверное, сейчас могу себя назвать музыкантом. Мне сейчас 24. Я с пяти лет занимаюсь музыкой. Я работала в филармонии. И всю свою жизнь положила на белорусскую музыку. У меня еще белорусский народный инструмент — это цимбалы. И было очень больно это все покидать, оставлять. Я даже помню, что, когда я решила, что надо уезжать, у меня первая мысль была о том, что надо вывести инструмент. Отец дал мне, так сказать, ментально подзатыльник и сказал, вывези сначала себя, а потом с инструментом мы что-нибудь придумаем. На данный момент я работаю ведущей в белорусском новостном портале. Вот. И тоже хорошая работа, но по музыке все равно скучаю. Где в этом всем школьники, их проблемы, их травмы, их переживания? Как они могут самореализовываться? Об этом кто-нибудь подумал? Кто-нибудь думал о том, сколько насилия оправдывается идеологически с экранов телевизоров? Как демонизируются оппоненты в учебниках по истории? Как исключают из курсов литературы Солженицына и Алексеевич? Чьи произведения могли бы научить сопереживанию и эмпатии? Думал ли кто-нибудь о последствиях того, что детям в руки дают оружие, дубинки и щиты? Мы боимся, что нет. Вам снится тюрьма? Вам снится камера? Уже нет. Уже не снится. Снилось, когда я находилась в Беларуси. Я в принципе не могла спать. Все то время, что я находилась в Беларуси, потому что это было страшно. Я в первый раз выспалась после всех этих событий, когда приехала в Литву. Когда поняла, что в дверь квартиры никто не вломится. Особенно тяжелыми в этом плане были первые две недели после окрестина. Потому что снилось, как пытают мужчин, снились крики. И крики иногда, когда что-то происходит в Беларуси, очень яркое, там, например, посадка самолета Рейн-Эйра, или когда ты узнаешь о том, что был задержан кто-то из твоих близких, знакомых, крики ночью могут вернуться. Никаких картинок нету, только звук. А вы слышали там на окрестина крики мужчин? Да. Очень тяжелые воспоминания. И это, наверное, то, что не уйдет никакой не психотерапией, никаким лечением, никаким изменением образа жизни, никакой смены политической обстановки в Беларуси. Это, наверное, то, что останется до конца жизни. А вы знаете, что с ними делали? Вы с кем-то встречались потом из этих мужчин? У меня туда попало несколько знакомых парней. Я знаю, что с ними делали. По крайней мере, в той мере, в которой они об этом рассказывали. И это бесчеловечно. Прогоняние по коридору с битьем дубинок. Их в камерах тоже было по 50 человек. Точно такие же камеры на четверых, но их там было по 50. И я даже не знаю, что еще тут рассказать, потому что тоже эти люди не все могут рассказать и не все могут психологически себе позволить рассказать. И очень у многих из них окрестина стирается из памяти. То есть они ярче помнят моменты задержания и того, как их, например, везли в автозаках. Просто окрестина это было настолько ужасно для всех, что, мне кажется, просто у многих оно начинает потихоньку стираться из памяти. Ганна, спасибо вам, удачи. И цимбалу, пожалуйста. И еще раз, извините. И цимбалу вам и побольше. Спасибо. Настя, здравствуйте. Как вы оказались в камере номер 18? Это были выборы. Я находилась на избирательном участке как наблюдатель, но не аккредитованный. Но там получилась такая немножко специфическая ситуация. И просто подъехал бусик, ну, то есть такой автобус, из которого высыпался ОМОН. И меня вместе с другим мальчиком просто взяли и забрали с улицы. И все. Нас очень долго возили по городу. И в какой-то момент просто нас пересадили в другую машину. Очень жестко. И вот эта машина нас уже привезла на окрестину. Нам никто ничего не объяснял, не представлялся. Ну, то есть это была полная такая неизвестность. И, ну, я не знаю, вот это можно, наверное, сравнить со словом животных. Когда вот кота, например, какого-то споймали, засунули просто туда, в багажник куда-то и просто повезли. И этот бедный кот там сидит и вообще ничего не знает, куда его везут, зачем его везут. Что там было в камере номер 18? Там была жесть. То есть до камеры 18 изначально мы были немного в другой камере, там на втором этаже. И когда только все началось, когда еще не было окрестиноперег, укомплектовано, скажем так, то есть там еще были какие-то моменты, когда мы с девочками там друг друга вот приободряли, там шутками, там, условно говоря, у нас пробежал таракан. Его кто-то убил. И нам было всем весело, смешно, потому что, я не знаю, знаете ли, нет, то Лукашенко это у нас таракан. И, соответственно, убить его тапочком, это было весело, прикольно. То когда мы попали уже в камеру 18 на третий этаж, там, ну, было не до шуток, не до веселого какого-то настроения. Но веселого настроения, это, конечно, в кавычках. Это очень так я говорю в целом. Вы сталкивались с проявлением, ну, я просто пытаюсь себя поставить на ваше место. Август, жара, 36, в общем, незнакомых между собой женщин, разных женщин, в общем, в 10 метрах 36 без воды, с открытым унитазом, без питья, без связи, ну, естественно, без телевизора, без книжек и так далее. Ну, я очень рассчитываю, что со мной бы не случилась истерика, но вообще-то да. Как вы с этим справлялись? У меня полностью случилась эмоциональная диссоцитация. То есть даже мне психолог ему это говорил, что у меня случилась травма, которая помогла мне как раз-таки там вот нормально находиться. Потому что у меня эмоции были отдельно, тело отдельно, и я просто за всем наблюдала, как бы со стороны, как будто бы вот мне включили какой-то нехороший фильм, и как бы я смотрю этот фильм, но не ассоциирую себя с тем, что там происходит. Но несмотря на это, вот, ну, конечно, мы друг друга поддерживали. То есть, словно говоря, нам не хватало места, и мы лежали на полу, и это было нормально лежать на каком-то другом. И, то есть, когда лежали на мне, я это не воспринимала как что-то негативное. То есть я там могла приобнять, там погладить по голове. Вот казалось бы, это чужой человек, но в таких обстоятельствах там просто нет чужих людей, ну, их просто не может быть. Это может быть прозвучить странно, но включается какой-то режим ультра-заботы, ультра какой-то доброты, чего-то вот такого. То есть, ну, мне было абсолютно органично кого-то там обнять, погладить, как-то так прижать, как-то приободрить. Хотя мне в жизни, вне камеры, по факту это не свойственно, потому что я человек достаточно, ну, холодный в плане каких-то прикосновений, я очень это не люблю, но почему-то там ты другой. Вот. Может быть, потому что тебе самому это необходимо, и как-то ты это и другим даёшь, ну, не знаю. Настя, вы из-за этого уехали? Ну, да, мы уехали из-за последствий, потому что мы с девочками там приняли решение о том, что мы, когда выйдем, мы всё будем рассказывать. Вот. И, соответственно, потом были проблемы за все там интервью, за то, что я вот это рассказывала, меня вызывали все на комитет, там у меня был допрос, очень долгий. Настя, вы сейчас в Кракове, как складывается ваша жизнь после? Ну, это такой сложный вопрос, потому что, ну, наверное, я так немножко предысторию маленькую, такую кратенькую расскажу. Дело в том, что до событий в Беларуси мы с мужем планировали уехать, потому что мы понимали, что там нет для нас реализации, мы творческие люди с ним, и в этом плане нам, ну, тяжело там достаточно жилось. И мы приняли решение, что мы будем переезжать. Но когда начались события дома, вот у меня это желание пропало напрочь. То есть я абсолютно этого не хотела. И, получается, мы переехали, но у меня тут жизни не было просто, потому что я, наверное, только спустя месяца 4-5, стала замечать какие-то, например, красивые здания в Кракове. Хотя до этого я каждый день мимо них проходила, я просто этого не видела, ничего. А общаетесь с девочками из камеры 18, которые остались в Беларуси? Или для них это слишком опасно? Нет, мы общаемся. Мы общаемся буквально с самого первого дня, как мы вышли из камеры. То есть у нас эта связь... Ну, понятное дело, что были какие-то девчонки, которые, ну, потом, как бы, возможно, ну, я так предполагаю, от какой-то сильной боли отдалились, ещё что-то там такое, может быть... Ну, каждый реагирует на постфактум уже как-то по-своему. Но основные как-то, как бы, вот девочки, с которыми мы общаемся, ну, мы с ними, собственно, таки общаемся с первого дня. Вот. И это так странно, просто они чужие люди, но я этих людей, вот, могу сказать то, что... Ну, я вот их люблю, вот, они мне близкие люди. И у меня был ещё интересный случай. Мы здесь, в Польше, поехали митинговать на границу Белостока. Друзья, всем привет! Сегодня седьмой день протеста на границе с Беларусью в Бобровниках. Также сегодня протест происходит в Литве и в Украине. И на четырёх погранпереходах в Польше. И вечером, когда был костёр, мы там сели кушать и рассказывать какие-то истории, то есть вот эта вся атмосфера. И просто я случайно поворачиваю голову и замечаю свою Лену там. Я просто в этот момент, я настолько не могу поверить в глаза. Свою Лену? Лена — это девочка, с которой мы вместе были в камере. Сокамерница. Да. Я её замечаю, я просто настолько не могу поверить в глаза. Мне кажется, что у меня какие-то галлюцинации. И в этот момент она смотрит на меня, и я понимаю, что у неё такая же реакция. И там, конечно, была буря и мозг, и мы просто подскочили, стали обниматься. Мы какое-то время даже не могли друг другу ничего сказать, потому что ты настолько вот наклынула. И мы вдвоём с ней вот согласились, потому что по ощущениям это было похоже на то, как будто ты маму просто увидела и маму обняла. Вот или сестру там родную. А это Лена из Варшавы, которая сейчас в Варшаве живёт? Да, из Варшавы, да-да-да. Сейчас мы ей позвоним. Спасибо, Настя. Спасибо, удачи. Лена, вам большой привет. Здравствуйте. От Насти из Кракова, вашей бывшей сокамерницы. Мы с ней разговаривали, и она вспоминала вашу встречу случайно в Белостоке. Да. Как вы оказались в камере номер 18? Мне дали 12 суток. 10 августа я провела сначала ночь в РУВД, а после вечера 11-го часа нас этапировали в Окрестино. И вот этим вечером я оказалась там. Когда нас только завели в коридор Окрестино, я мельком тогда увидела, это очень яркое воспоминание, увидела телевизоры, экраны телевизоров, и увидела там изображение маленьких комнат и большого количества людей. И я вот помню, что у меня была мысль, что, ну, наверное, они смотрят фильм про войну. Вот. А уже после того, наверное, спустя где-то час после того, как нас всех досмотрели, когда нас завели в эту камеру, и оттуда просто обдало диким жаром, и все девушки, находящиеся внутри, начали кричать. Вот тогда стало понятно, что это уже не фильм. Почему кричали девушки в камере? Девушки кричали, что нас здесь очень много, мы здесь все не поместимся, куда еще? Здесь нет места. Вот. Но, естественно, на это никак не реагировали, и нас, грубо говоря, просто туда впихнули, и закрыли за нами дверь камеры. Что там происходило? Девушки начали рассказывать, что их не кормят, что суды проходят прямо в коридорах, что протоколы неправильные, что во всех камерах такая же ситуация, как в нашей, что бьют парней, и что в наказание выливают в камеру воду, чтобы влажность становилась еще больше. И так как у меня единственная была с собой передача, родителям удалось ее передать после суда в РУВД, у меня была такая сумка, и мне кажется, что даже те, кто не помнит. Красная сумка? Да. Так это вы девушка с красной сумкой? Да. Ангел с красной сумкой, это вы? Да. И вот те, кто не помнят, кто я визуально, что совершенно естественно, что нас было слишком много, помнят у меня по красной сумке, и я начала доставать все возможное, что там есть. Как удалось это все разделить на такое количество народу, которое не ело много уже дней? Я, честно, не помню даже, что там было. Вот вообще не помню. Но я помню, что я просто передала это все на стол, который стоял в камере, и сказала, ну, типа, кушайте, потому что я от стресса сама вообще есть не хотела уже который день. Я просто сказала, берите. Я достала раствор для линз, потому что очень много, у многих девочек были линзы, их нужно было промыть, потому что глаза ужасно болели. И еще достала пасту зубную, и это было вообще для всех таким мрайским наслаждением почистить зубной пастой. Вот. Что было дальше после камеры номер 18? Далее нас отопировали днем в Жодино. К концу 12-го числа нас под ночь разместили в камеру. И вот это тогда для нас было райским наслаждением. Там была камера на 10... Было 10 кроватей, у нас было всего 15 человек. И это было, конечно, вау. Мы такие, о боже, пустая камера. Какое счастье. Как вы приняли решение уехать, и тяжело ли это было физически уехать? Я вообще не хотела уезжать до последнего. Я вступила в стачком своего университета. Не знаю, студенческие активисты, инициативная группа. В общем, стачком мы это называем. И мы организовывали различные акции в университете, протестовали мирно в университете. И уже, наверное, в конце октября, в начале ноября начали очень сильно закручивать гайки, в том числе в студенчество. И просто 13-го числа, 13-го ноября от своих коллег я узнала, что они уехали в Киев, потому что их вызывали на допрос в КГБ, и про нас все известно. А так как 12-го ноября задержали студентов, активистов, которые проходят по делу студентов и им дали сейчас по два с половиной года, тогда было 13-го числа вечером было принято решение уехать. Вообще тогда было принято решение уехать, просто посмотреть, может, ситуация, как-то очень быстро разрешиться. И за пару часов собрала вещи, и 14-го днем уехала в Киев. уезжать было не тяжело, потому что, наверное, я тогда не до конца понимала, что я действительно уезжаю. И уезжаю на неопределенный срок, то есть тогда это как-то воспринималось больше, как будто какие-то каникулы. И я не осознавала, что я прям уехала из страны. А где вы учились? На кого вы учились? Я училась в Белорусском государственном экономическом университете, училась на экономиста-менеджера, была уже на четвертом курсе, ну, на последнем. Вот. Но в итоге не закончила. А сейчас чем вы занимаетесь? Сейчас я учусь в ЕГУ, это Европейский гуманитарный университет, он находится в Литве. Там учусь на третьем курсе «Мировая политика и экономика». Это на зоочной форме обучения онлайн. И сейчас еще учу польский в Варшаве. И, возможно, через год буду поступать на что-то новое в Польше. Но это еще под вопросом. А что вы думаете о своем возвращении, возможном, на родину? Я понимаю, что это будет возможно только тогда, когда станет действительно это безопасно. Но я уже не раз задумывалась о том, что я не знаю, сколько придет времени, и я не знаю, буду ли я готова через год-два, обосновавшись где-то и обретя наконец-то где-то снова дом, буду ли я готова снова его покинуть и снова уехать в неизвестность, потому что неизвестно, что будет в Беларуси через несколько лет. И когда я скучаю по дому, я скучаю по счастливым моментам, я скучаю по воспоминаниям. Лен, удачи! Спасибо. Ханна, Настя, Лена и многие-многие еще. Ну, вы видели их сейчас. Такое ощущение, что Беларусь потеряла и продолжает терять. Кинофонд нации.